Рудник 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 поселка. Истории всегда двигали и движут люди. Четырех героев социалистического труда взрастила земля Белоусовки, Демагина Николая Семеновича, бригадира проходчиков Рудника, Зуева Федора Кирьяновича, мастера буровой установки, Чащина Сергея Петровича, бригадира проходчиков Глубочанского шахтостроя управления и Баукову Александру Петровну, флотатора обогатительной фабрики. Восемь шахтеров были удостоены высоких правительственных наград за трудовое отличие, являлись делегатами партийных съездов бывшего Советского Союза. Поселок гордится трудовыми генастиями Гордеевых, Демагинах, Фоминых, Олыбаевых, представители которых до сих пор работают в горнородной промышленности. Сегодня промышленность Белоусовки представлена Иртышским производственным комплексом ТО «Восток-Цветмет» в Волгове с директором Ханом Романом Александровичем, насчитывающим 1125 человек, из них на Белоусовской площадке 425 трудящихся. Сейчас директором шахты с численностью 470 человек является Галинович Николай Юрьевич. Добыча руды осуществляется разработкой четвертой залежи на 11-12 горизонтах с уклона 10 горизонта, расстояние между горизонтами 60 метров и разработкой первой залежи со штольни. Производственная мощность рудника – 1000 тонн руды в год. Максимальная проектная добыча – 700 тысяч тонн. В доперестроечный период шахта выдала 500 тысяч тонн руды в год, сейчас проектная мощность – 300 тысяч. Темпы добычи успешно наращиваются. Только разведанных запасов руды – 18 миллионов 500 тысяч тонн, что по подсчетам хватит до 2035 года. Руда обогащается на обогатительной фабрике, построенной в 1945 году и рассчитана на переработку 700 тысяч тонн руды в год. Шахта обслуживается взводом горноспасательной службы численностью в 55 человек, которые при необходимости занимаются спасением людей и ликвидацией аварий различного рода. Все это вселяет надежду, что поселок будет жить и развиваться дальше. Об этом же свидетельствует развитие малого предпринимательства. Современная газонакопительная станция, два цех по выпуску хлебобулочных изделий, несколько цехов по переработке древесины. А вот каким видят будущее Белоусовки на небольшую перспективу через 10 лет его жителей. Чтобы все жили в мире и согласии, помогали и любили друг друга. Я хочу, чтобы в нашем поселке всегда светило солнце и люди улыбались друг другу. Активные, мудрые, веселые, отзывчивые, так говорят односельчане о Совете ветеранов поселка, который возглавляет его бессменный руководитель Кузьмина Нина Степановна. В нашем коллективе всего 11 человек. 11 человек тех людей, которые действительно дают свои знания, свои умения, ищут своим временем. И работаем мы вместе все уже много лет, 10 лет, как я работаю председателем Совета ветеранов. И красной строкой в нашей работе проходит нравственно-патриотическое воспитание нашей молодежи. Любовь к родине, любовь к матери, любовь к людям – это самое замечательное качество, которым должен овладать человек. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ